Всем привет! С вами Настя, и это видео номер 4 о моих документах, которые необходимы для поступления в Университет США в магистратуру. Лично я поступала на фильммейкинг, поэтому говорю только за себя. Итак, в прошлом видео я рассказала вам про эвалюацию диплома, и в этом видео я расскажу вам про тест по английскому языку. Итак, так как я и, наверное, вы русскоязычный человек, вам необходимо подтвердить свое знание английского языка, чтобы университет понял, что вы можете там обучаться и понимать программу. Для этого вам нужно сдать тест по английскому языку и получить необходимое количество баллов. Есть несколько тестов по английскому языку. Самое популярное это TOEFL, IELTS. В Америке наибольшую популярность имеет TOEFL, тогда как в Европе IELTS. Тем не менее, эти два экзамена примерно одинаковой сложности, и они довольно-таки стрессовые для студентов. Они сдаются офлайн, в каждом городе есть определенные, да, не в каждом, в некоторых городах есть точки, где сдаются TOEFL, IELTS. Например, на тот момент я жила в Брюселе, там был один поинт для сдачи IELTS. Но, порассудив, я поняла, что я не хочу такой стрессовой ситуации для себя. Я не хочу сдавать IELTS, не хочу сдавать TOEFL. Потому что люди, о которых я знала, готовились к этим экзаменам минимум месяца три, ходили на платные курсы, причем люди хорошо знали язык. И потом, придя на экзамен, они не с первого раза сдавали его на нужный балл, а каждая попытка стоит 230 евро или плюс-минус. Такая цена. Эти два экзамена примерно столько стоят. Если один раз вы сдали и не получили нужное количество баллов, вам нужно будет сдавать еще раз и опять тратить эти деньги. Но мне повезло, потому что я поступала уже после ковида. И так как все перешло на онлайн в то время, многие университеты стали принимать Duolingo English Test. Вы удивлены? Да, вы знаете такое приложение Duolingo. Наверное, многие им пользовались когда-то в жизни. Там прикольная зеленая сова. Оказывается, что Duolingo – это официальная аккредитованная организация, которая принимает тест по английскому языку. И вам не нужно никуда ходить. Вы можете сделать это онлайн. И здесь есть много преимуществ. Таких как этот тест гораздо проще и менее стрессовый для студента. Если сдавая IELTS или TOEFL, вы должны будете потратить целый день, находясь на этой точке, где принимают экзамен. Там четыре отделения. То есть listening, writing, speaking и что там еще? Три. Это все дико стрессово, каждая из них. А в Duolingo весь тест занимает всего лишь 40 минут онлайн. Вы должны для этого зарегистрироваться на сайте Duolingo. Затем там есть возможность бесплатной подготовки. То есть там есть как бы сокращенный тест. Если вы его проходите, вот, и потом таким образом вы готовитесь. Я таким образом готовилась две недели. Потом я почувствовала, что, наверное, я готова. Я оплатила 40 долларов. Я нажала начать. За 40 минут я сдала этот тест. И набрала, ну, баллов больше, чем я ожидала. Мне для поступления нужно было, смотря от университета, от его престижности, там, от 105 до максимум 120 баллов. А я набрала 130 из 160. 160. Вот. И это как бы было дико круто. Я вообще не ожидала. То есть во все свои университеты, включая там самые топовые, в которые я тоже решила податься, так, посмотреть. Я, значит, проходила. Есть маленький нюанс. Не все университеты принимают Duolingo English Test. Поэтому до этого, до того, как это делать, я проводила вообще research и выписывала себе в блокнот вообще все университеты Америки с киношколой, которые дают грант, который мне нужен. То есть graduate assistantship, чтобы я могла работать на кампусе, бесплатно учиться в магистратуре и получать стипендию. Второе – Duolingo English Test. Это были такие мои основные требования. Вот. Поэтому здесь я вам рассказала про тест по английскому языку. В следующих видео я вам расскажу про другие необходимые документы.